господа всем привет у вас бывали неудачные дни ну такие не то что неудачные скажем так ну такие тяжелые знаете такие какие-то неприятные моменты которые начинаются вот прям у вас самого утра вот например у меня сегодня был как раз именно такой день 8 утра мне звонит моя супруга и говорит точнее нет она не говорит она кричит она плачет что машина в дребезги то есть после этого ну то есть после того как я немножечко успокоил она всегда пришла я спросил все ли у нее нормально у нее все было хорошо ну то есть как может быть она еще не понимал потому что в такой момент когда происходит дтп у человека всегда шок некий шок некое такое шоковое состояние ты не знаешь куда бежать что делать и так далее и собственно что произошло вот audi 100 и здесь у нас что получилось вот такая вот фигня то есть если посмотреть там с разных сторон машина честно просто вот уже не криво то есть она смысле не машина она вся кривая то есть у нее был удар практически в середину то есть он удар пришелся не в центральную стойку а именно в место водителя то есть у нас получается вот здесь скажем так вот здесь и вот здесь самые такие вот слабые наверное места в автомобиле это боковой удар удар об стоп это вот то как делает академик то есть супруга разворачивалась на перекрестке все делала по правилам и сзади летел на жигулях ну какая-то такая стандартная классическая ситуация кто-то летел на жигулях да и соответственно она разворачивается он не прилетает в бок человек признал свою вину как бы ну естественно она здесь в принципе очевидно с машиной произошла вот такая вот оказия кстати мы быстренько пробежимся вообще потому как отработала старая и многие могут сказать гнилая машина то есть у нее абсолютно целое дно несмотря вот на вот это все у нее здесь именно повреждения по порогам то есть замялись пороги кстати я говорю про то что целое дно я еще имею ввиду то что она не гнило и чтобы вы не писали в комментариях что машина гнилая она там как-то не так отработала металл уставший металл может быть и уставший но однако очень сильный был удар ну может можно сказать что вот у супруги были стекла везде то есть она их просто вытрясывала из из своих ботинок там в машине тоже везде стекла там все оторваны естественно всякие накладки там и так далее но сиденье на месте обратите внимание вот здесь вот идет там каркас такой специальный в двери то есть брус который скажем так защищает именно от боковых ударов то есть он сработал на по порогам получается замятость в принципе дверь ушла то есть вот это все немножечко смялось получился у нас такой треугольник но не царапины то есть супруга вышла абсолютно нормально спокойно у нее не царапин то есть не какие-то мелкие царапинки да от вот этих вот летящих осколков там на руках все то есть машина действительно отработала это это еще кстати вопрос к тому что когда мы с вами например обсуждаем там что купить старую иномарку или свежую там более свежую русскую машину я всегда говорю что иномарку опять же не всякую да но вот например старые немцы они очень хорошо защищают при условии что у нее у машины целая силовая структура я что-то долго сегодня запрягаю лошадей но я должен был собственно вот это все показать рассказать и стал немедленный вопрос о том чтобы приобрести новый автомобиль для супруги поскольку моя супруга возит еще не только себя но и мою дочь то соответственно это должен быть автомобиль безопасным ну приблизительно как это плюс он должен быть все таки наверное экономичнее чем это плюс к этому возможно он должен быть компактнее чем это и наверное свежее чем это соответственно бюджет а будет в районе 200 тысяч рублей ну там плюс-минус 20 тысяч как обычно и вот теперь теперь в этой серии именно сегодня а может быть еще и завтра мы поедем искать оптимальный вариант автомобиля за 200 тысяч рублей который должен вот этим всем требованиям удовлетворять очень берем вооружаемся скажем так телефоном приложением автору и давайте смотреть что мы можем себе позволить кроме приложение автору выбираем воронеж выбираем параметры определенные то есть это ну например от 150 до 230 тысяч рублей воронеж там плюс 100 километров и помчали искать машины ford focus 2004 года но какой-то он честно говоря прям с первой фотографии уставший рено логан не рассматриваем нам нужно что-то более вместительное скажем так о чана бенни 1 2008 года я даже первый раз в жизни честно вообще встречаю такое название в автомобиле о какой занятный интересный салон боже ты мой ну конечно нет боже конечно нет шевроле niva опять же в плане безопасности нет плане экономичности нет листаем дальше в общем ребят я так сказать пролистал машины просмотрел какие-то варианты и на данный момент я нашел несколько скажем так те которые меня заинтересовали мало распространенный но достаточно интересный автомобиль называется mercedes a-класса вот объявление я по нему уже приобрел полный отчет здесь было кстати одно дтп в этом отчете она есть мы сейчас посмотрим ну если говорить про внешний вид скажем так на любителя машина маленькая всего три метра там 3500 там чем-то машина безопасная то есть свое время 4 звезды евро нкап честных заработала мерседес принципе делает такие безопасные достаточно машины вот судя по фотографиям он не ржавый не гнилой то есть можем поехать посмотреть этот вариант мне подходит то есть мы укладываемся и по цене у нас здесь 160 тысяч плюс ну какой-то торг я думаю будет возможен что что написано по машине продам экономичный городской маневренный автомобиль проведено полное то заменены все жидкости колодки новые суппорта передние тыр-тыр-тыр временная цена пока есть интересующий меня вариант торга нет это самая низкая цена в россии на данный автомобиль что шторга нет ну и не надо принципе 160 тысяч нас вполне устроит зимняя резина кстати отбалансирована сделан сделал развал схождения кузов без жучков да это просто великолепное предложение считаю особенно для девушки но помимо этого а класса есть еще варианты и так рано scenic 2001 год выпуска тоже машина безопасная при этом она более вместительная по расходу бензина как ни странно а класс и scenic это блин ну те же самые цифры то есть этого там в районе 10 литров по городу но этот вариант естественно машина чуть больше машина чуть чуть тяжелее априори она чуть-чуть будет безопаснее и ну в каких-то моментах да хотя вот этот scenic тоже там достаточное количество звезд набрал машина тоже безопасная мне здесь что нравится у а-класса ребят 12 хозяев было то есть вот мы открыли полный когда отчет по нему то есть вот я что-то я вам забыл показать вот мы открываем а класс то есть там вот написано во первых одно дтп и комментарий продавца была не сильная бесконтактная дтп в жале в отбойник была заменена левая фара и капот но когда мы открываем расчет стоимости ремонта здесь облицовка бампера бампер капот фара крыло подкрылок поперечни на усилитель поперечни замковая панель облицовка замковой панель фонарь конденсат господи балка моста чего чего это что там за дтп такое было в общем нужно смотреть своими глазами если мы открываем например рано scenic до 8 лет один владелец 8 лет и здесь тоже есть одно дтп открываем полный отчет вот этот про авто тоже смотрим его сразу об участие в дтп расчет стоимости ремонта не проводилась но здесь повреждение стекол царапины сколы потертости лакокрасочного покрытия старые немцы нам уже вряд ли подойдут потому что машины сильно скажем так отжаты и поскольку нам все-таки теперь нужно более экономичная машина раз audi теперь нет то ну соответственно а 6 с двигателем 24 с расходом в 14 литров по городу нам вряд ли подойдет добрый день вам звоню по mercedes а-класс подскажите вот как вообще в целом состоянии машины что нужно будет в ближайшее время менять ничего то есть сели и поехали до так а вот по дтп вот смотрите там в отчете ну указано ну вы наверно писали да что там крыло капот и фара но там есть расчет стоимости работ там как бы очень много всего перечислено там и и крылья счет еще там и тогда ну а по и по итогу то есть сейчас у нее ну как бы как кузов там есть следы следы аварии там ремонта вот этого всего или или сделано нормально ну в принципе да логично добрый день здравствуйте я по рено звоню вам подскажите такой момент в каком состоянии там днище автомобиля то есть нет ли там каких-то там ржавчины гнили там вот этого всего и не туда и из того что нужно вот сделать чтобы ездить скажем так вот в ближайшее время ездить ездить у меня в общем-то я выбираю покупать вы приезжали выбирали я поехали прокатиться а я чуть-чуть сам не видел что это не работает на 1 число самое не сделаю я на 1 число записался коллеги понимаешь диагностику сделали где-то обрыв там идет просто проводит от фбс там с фбс считывается у вас у вас она восемь лет да и так это не владелец это перекуп но предыдущий владелец владел 8 лет это было видно из отчета но продает сейчас перекуп вот такие пироги действительно не соврал действительно вот сказал как есть мы это все узнали из отчета что машина переднее правое крыло делалось и передняя правая дверь все остальное там вроде как по идее в родной краски в общем интересный вариант я думаю тоже стоит посмотреть и 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 так ну а сейчас так сказать посмотрим ситроенчик c4 с автоматом есть вопросы по кузову мы сейчас это все посмотрим с вами цена 200 тысяч рублей торг присутствует пойдем смотреть так ну смотрим сразу задний бампер и этих катафотов нет треснутый вот он треснутый бензин свежая тунга тунга или как она там правильно вот такая замятость на крыше и всяк слушай вся крыша в этих вся крыша в ямках в ямках в ямках и капот так на вот здесь здесь вот крыло другое по цвету бампер висит слушай а смотри здесь что-то с креплением капота что ли посмотрите с той стороны а это просто пластиковые штучки нет пластиковые штучки нет вот здесь тоже накладки нет следят скотча почему а почему здесь скотч порог да порог ржавый и заломы заломы слушай ну он в принципе уже нравится обрубок так здесь и дворника нет я тебе про обрубок и говорю слушай ну вообще не вариант он максимально печален вообще он очень печален он очень 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 печален друзья я думаю нет смысла звонить итак первый блин был как обычно комом на самом деле в разговоре с владельцем который остался за кадром было озвучено что технически этот citroen вполне себе неплох но владелец потерял работу и теперь вынужден продать этот автомобиль но внешнее состояние данного экземпляра было под вопросом да все было не так уж и плохо машина местами была относительно ровно но мятая крыша восстановленный капот бампер который был криво установлен и прочие недостатки по кузову начисто отбивали охоту смотреть автомобиль дальше поэтому мы отправились на осмотр а-класса который хоть и был не очень большим но удовлетворял почти всем требованиям к новому автомобилю ну а сценик его осмотр был перенесен на следующий день а резина прям свежак да а лето есть а вы где его обслуживаете а вот задняя дверца не закрывается это что с ней не закрывается уже поломали а куда был получается вот авария когда была с этой стороны или вот сюда а а он получается покасательный был куда она ее крутанула короче туда вот стукнула и там стопарь еще видим а нет я не вот здесь вот и вот задом задом там вообще ничего не делалось как стопарь угу угу они не остались бампер остался крылья остались здесь вот замялся вот это вот а ну то есть по мелочи да вот фара короче вот так вот замялась ну выпрямляч поклевать я поехал купить а ну вот он отколол чуть-чуть двери открываем закрываем это сформируется нет нет да о сиденья двигаются так а спинка вот я чуть не пойму она тоже а вот и спинка тоже регулируется о ну-ка а если присесть а низковато потолок потолок головой уперся слышь бро или в потолок головой вот я сел уперся Воронеж город воинской славы вот так написано на пирамиде но это не значит что здесь можно легко подобрать машину в рамках нашего нынешнего бюджета 200 тысяч рублей вот казалось бы наш родной город мы здесь живем и мы ни хрена не можем здесь подобрать здесь знаете ребят вот это вот подорожание машин которое случилось да не так давно то есть ну буквально вот с осени плюс-минус ну наверно где то вот на 30 на 40 на 50 тысяч рублей машины подорожали и выбрать что-то действительно стоящее сейчас очень сложно нужно просмотреть проездить очень много машин и знаете лично я стараюсь смотреть даже скажем так более редкие машины почему потому что они как правило более ухоженные ну то есть там какие-нибудь citroen вот там те же мерседесы а класса они как правило ну по идее должны быть более ухоженные но сегодня мы с вами посмотрели citroen c4 который был ну совсем не ухоженный то есть опять же ну вот у всех все ссылаются на то что деньги кончились что нет больше средств что нет больше возможностей и что когда машину покупали ну на это просто не обращали внимание то есть вот так сказал владелец странно что на это не обращал внимание по факту вот у нас citroen получился ну то есть мы приехали посмотрели а ребят ну очень много по кузовне делать по-хорошему то есть вообще машину нужно перекрашивать и вдолбить с полным перекрасом ну то есть это нужно ну прям космическую сумму это уже бюджет к 300 тысячам за 300 тысяч стран c4 будет уже ну просто космически хорошим космически хорошим я вам скажу и по поводу мерседеса а класса понятно что 160 тысяч понятно что маленький бюджет но все таки тоже достаточно много мелких косяков и все таки вопрос у меня вызывает то что вот машина как владелец говорит что заменил только капот но видно было что красилась машина по низу ну вся то есть кроме крыши с остальной машины абсолютно все то есть отличается вопросов больше чем ответов завтра следующий день поисков автомобилей мы присмотрели еще несколько вариантов а какие узнаем в следующем видео посмотрим поездим и наверное обязательно что-то выберем купим вместе с вами ребят пишите комментарии пишите что вам понравилось из автомобилей пишите что вы выбрали бы за вот этот самый бюджет в 200 тысяч рублей ссылочку на вторую я как обычно я оставлю в описании к этому видео и не забывайте что скоро мы поедем в другие города за автомобилями то есть проект аверс реверс никуда не делся он продолжается но вот сейчас вот такой форс-мажорчик внезапно пришлось отправиться на поиски автомобиля всем пока всем пока 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 пока